В 1992 году в Днепропетровске на Южмаше были запущены в серийное производство сочлененные троллейбусы UMZ-T1, которые быстро приобрели популярность на Украине и за ее пределами. Но обыкновенные одиночные троллейбусы были нужны многим городам не менее чем гармошки. В 1993 году появились первые модернизированные UMZ-T1 и тогда же был построен опытный образец одиночного троллейбуса UMZ-T2. Он был полностью унифицирован со своим длинным собратом, та же окраска, та же форма кузова, те же агрегаты, такие же технические характеристики, естественно с поправкой на то, что у Т2 был только один двигатель и один ведущий мост. Опытный образец UMZ-T2 несколько месяцев испытывался в Днепропетровске, но постоянной прописки в городе так и не получил, после испытания его отправили в Тернополь. В 1994 году первую партию из 10 троллейбусов UMZ-T2 получил и Днепропетровск. Все они были направлены в депо номер один и предназначались для замены последних списанных ШКОД-9ТР. В том же 1994 году на Южмаше был создан опытный образец троллейбуса UMZ-T2М, внешне идентичный Т2, но стеристорной системой управления и статическим преобразователем. Аналогичный сочлененный троллейбус был построен годом позже и назывался UMZ-T3К. Но ни один ни другой в серию не пошли, главным образом из-за нежелания работников работать со сложной электроникой. UMZ-T2М в течение двух лет принадлежал заводу и в 1996 году был принят на баланс в депо номер один, где получил номер 1050, взамен списанного после аварии в 1995 году UMZ-T1. Начиная с 1998 года на всех троллейбусах UMZ устанавливались статические преобразователи вместо мотор-генераторов. Вообще с преобразователями Южмаш экспериментировал еще с 1994 года, но многие города предпочитали умформерные троллейбусы из-за дешевизны и простоты в обслуживании. Троллейбусы UMZ-T2 поставлялись во многие города Украины и СНГ. Они были в Москве, в Ростове и в Ишхабаде. Несколько троллейбусов специальной модификации Т2-09 вместе со Шкодами ходили по междугородной горной линии Симферополь-Ялта в Крыму. В конце 2000-х годов троллейбусы UMZ-T2 были модернизированы. Кроме изменения дизайна передней части и новой отделки салона в конструкцию были внесены технические новшества. Новый двигатель ED-139, новый малошумный компрессор и другие менее значительные усовершенствования. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА